Более полутора тысяч участников. Спортсмены из десятка стран. Яркое беговое событие. Такого результата от прошедшего международного марафона во Владивостоке не ожидал, кажется, никто. В прошлом году мероприятие прошло в первый раз. Тогда организаторы, увидев такой ажиотаж, решили, что надо бы это повторить. 23 сентября Приморская столица вновь встретит крупный беговой праздник. Очень радует количество стран-участниц. В этом году их 16. Это Азербайджан, Бразилия, Гонконг, Зимбабве, Индия, Киргизия, Китай, Латвия, Намибия, Нидерланды, Польша, Южная Корея, США, Украина, Япония, ну и, соответственно, Россия. То есть это очень приятно. 89 городов участниц. То есть к нам приезжают. Наш марафон интересен. Правила марафона остались практически неизменными. Участников также ждут три основные дистанции – 5, 21 и 42,2 километра. Побороться за награды смогут также дети и люди с ограниченными возможностями, для которых будут приготовлены дистанции в один километр. За состоянием спортсменов на протяжении всего пути будут следить веломаршалы. К участию, конечно, хоть и допускаются люди только со справкой, позволяющей заниматься физической культурой, однако риск недомогания ни для кого не отменяется. По пути следования будет порядка 15 точек, если я не ошибаюсь, освежения, так называемые, на каждой из которых будут дежурить парамедики. Собственно, если вдруг, и не дай бог, по опыту прошлого года ничего подобного не было, возникает какая-то ситуация недомогания, они могут на этой точке обратиться за помощью. И либо им окажут помощь на этой точке, либо передадут по средствам связи и дальше проинструктируют. У каждого, кстати, будет инструкция по тому, что делать, если вдруг есть какие-то вопросы по здоровью. Конечно, главным вопросом, который больше интересует жителей Владивостока, является перекрытие дорог. В прошлом году на этой почве было много шума и недовольств со стороны горожан. По заверениям организаторов, практически все участки, которые будут перекрываться для марафона, можно будет объехать. К тому же время, до которого будет закрыт проезд, точное. И затягиваться из-за бегунов не будет. По истечении вот этого периода времени, в течение которого бегуны должны пройти маршрут, будет идти автобус, который будет снимать всех, кто не будет успевать. Принудительно. Это будет не желание там человека бежать дальше или не бежать. Людей будут снимать, садить в автобус, они будут ехать дальше. Таким образом, время открытия маршрута, время открытия движения, оно точное. Но отметится марафон не только беговыми дистанциями, но и практически праздничным финишем, который расположится на центральной площади Владивостока. Здесь как участников, так и зрителей ждет праздничная программа, музыкальное шоу и многое другое. Также под локальные площадки фотозоны, зоны отдыха для участников, зона массажа для наших финишеров. Мы о них не забыли в этом году, постарались сделать максимально комфортным их финиш. Также на финише будут расставаться апельсины, будет вода, будет организована зона фудкорта, каша для участников. Для детей, для наших финишеров будет выдаваться сладкий гематоген и мороженое. Напомню, регистрация на марафон идет в режиме онлайн. Само мероприятие пройдет 23 сентября. Старт первых дистанций намечен на 9 утра. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на 8.